Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Появились слухи о нововведении на проекте. В скором времени появится зрительский иммунитет. Теперь у зрителей будет возможность спасти любимого участника на голосовании. А на последнем голосовании из проекта выгнали Влада Маливанова. Сначала коллектив проголосовал против Димы Дмитренко, который получил, конечно же, иммунитет. Но во втором круге большинство было против Влада. Вот так всегда. Нормальные уходят быстро, а всякие рапунцели остаются, комментируют подписчики его уход. Катя Король, которая, как вы помните, помирилась с Денисом Козловичем, тут же устроила ему сюрприз. «Я огненный знак и со мной не соскучишься. Стоило нам пожить один день в мире, и вот он мой очередной сюрприз. Я еду на свидание с Владом Кадони». Саша Артемова опубликовала фотографию своей мамы Яны Альбертовны с ее дня рождения. «Обычно не выкладываю фото с родителями», – написала Саша. «Но как тут не выложить и не показать самую красивую и умную мамочку». Подписчики комментируют, что-то странное во взгляде у мамы. «Наверное, Саша совсем ее замучила своими истериками. Это какое же надо терпение иметь». Недавно покинувшая проект Сабрина Ангелова решительно хочет наказать Андрея Чуева за оскорбление и унижение. Как вы помните, он напал на нее и сорвал нижнее белье. Она подала заявление в полицию на Андрея, а также хочет обратиться в суд. Сабрина пишет «Дорогие друзья, прошу вашей помощи. Разыскиваю честного адвоката, который не побоится связаться с медиагигантом. Я пыталась добиться справедливости на проекте, мне это не удалось. Вся эта ситуация оскорбляет мою честь и достоинство и подрывает деловую репутацию. Я буду идти до конца». Оля Рапунцель проводила Диму Дмитренко в Москву на пробах кино. Она надеется, что разлука пойдет им на пользу. А пока Ольга занялась собой и пожаловалась подписчикам, как ей плохо живется на островах. «Сейшелы – это дорогая страна. Не каждому по карману», – пишет она. «Маникюр и педикюр – 14 тысяч рублей. Массаж – час – 7 тысяч рублей. Цены просто космос. Я скучаю по уходу за волосами, по шопингу. Хочу приобрести новые наряды. Надеюсь, скоро на отпуск». Кристина Лисковец также улетела в Москву, напробов к кино к Дмитрию Астрахану. «Не успел Федя Стрелков ее проводить, как уже пишет. Милая, я жду тебя. И эту чашечку ароматного кофе хочу разделить с тобой». Руслана Мишина проводит много времени с Семеном Фроловым, который ей очень нравится. «На данный момент я с Семеном общаюсь. Мы узнаем друг друга», – пишет Руслана. Бывший участник проекта «Мак» Георгий Малиновский решил вернуться на Дом-2 и ищет повод для этого. «Решил вернуться на Дом-2», – пишет он, «но не решил пока зачем. Может, кто подскажет?» Татьяна Владимировна Африкантова общалась по телефону с бывшим участником Николасом Карапанайотидисом. Она утверждает, что парень собирается вернуться на проект. Африкантова старшая написала на фото Николас со своим папой и скоро он обещает приехать в Москву, а там и до поляны рукой подать. Он завидный молодой жених. Девушки, собирайтесь на проект. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!